Сейчас я вам расскажу, где мы приобретали. Переговоры по покупке скульптур шли очень долго. Бенджамиль Леветте бывший юрист Сальвадора Дали. Фактически он сделал очень хитрый шаг. Договорился Сальвадор Дали, что он просто его выкупил. Право на те образы, которые в скульптуре когда вы побываете, я думаю, со временем, через 5-10 лет побываете в Испании, может, не раньше, чем через 5-10 лет, если иметь визы. Конфликта очень много, сразу говорю, то в Фигейросе вы не увидите эти скульптурные образы, потому что авторское право, это Бенджамиль Леветте. Вы можете увидеть их только в Парижском музее на Мон-Марте, в Лондоне и в Венеции. То есть три галереи есть, у которой Бенджамиль Леветте. Но он человек в годах сейчас очень, и мы все ждем, что если он случайно умрет, это бессмеха, бесяк, потому что у него две дочери, которая, у него жена уже умерла, это Леви знаменитого еврейского рода Леви. Левиты. То есть это знаменитый род Левиты, которые вот стояли, когда происходили эти процессы, ну, надо историть, потому что это знаменитый род, наш Левитант ценного жалота с Левитов. Вот, и его дочери, они совершенно, они сами возрастные, им за 60 уже, они никогда в жизни не работали, и что они могут, как они будут управлять этим, они просто продадут эти вещи, могут исчезнуть, да. Но пока что никто авторское право у него отнять не может, да. Мы с ним переговоры 8 лет или нам было основное, чтобы он вставил в договор, что мы имеем право выставлять эти работы. Если в контракте это не выставлено, вы даже, вот, если вы будете владеть работой, вы не имеете право их выставлять. Это уже разные вещи, да. Ну, пусть мы ему все-таки рекламу делаем, он знает, где мы выставляем, и все, следите, и мы ему делаем рекламу. Так вот, маленькая работа, посмотрите, то ли такая греческая фигурка, а голова египетского такого божества, да. То есть еноша с головой птицы. И далее как бы обращается к своему зрительству. Только человек с его человеческим мозгом способен понять прекрасно и оценить. И он как бы обращается к своему зрителю, что если вы тупой, как птица, да, ну, слышали такое выражение, да, то вы никогда не сможете не оценить прекрасно, не создать прекрасно. То есть он так вот довольно жестко относится к себе, он относится еще более жестко. Он так говорит, что если вы пришли посмотреть мое творчество и ушли, не испытав чувства радости, негодования или омерзения, то меня как художник не существует. Субтитры сделал DimaTorzok